давайте начнем добрый вечер тут тут читаешь лекции записывает некрасовка выставляет а потом кто запишет там что за патологический тип в шляпе и все мощная мотивация я в общем предпочитаю шляпе наши я люблю шляпы и плюс выбираю некоторых героев которые тоже шляпных дел любитель вот у меня был беллотар большой шляпник и вот сегодня тоже будет абсолютно шляпный персонаж жак татья который бег которого без шляпы увидеть тяжело да и невозможно я как всегда сначала явление опишу потом чуть-чуть биография потом по фильмам пробегусь чем-то те уникальная фигура так если давить на какой-то пафос если у него и оскар и там канцкие награды и попал он в список 50 самых важнейших режиссеров всех времен и народов но все это очень условные какие-то вещи по факту я готовился к лекции пересматривал все фильмы о нем его и получил кучу счастья буквально вот и я не чищу с этим то есть раз в 15 лет где-то пересматриваю очень хорошо совершенно по-другому смотрится какие-то новые биртона статьи уникален чем он последний великий комик мим двадцатого века на нем собственно вся традиция прервалась больше такой фигуры нет и не будет наверно у такие его эстетики его мира очень много последователей режиссеров которых вы знаете я их назову в какой-то момент они продолжают снимать в том числе время в этом году некоторые фильмы были представлены легко узнать там учителя влияния то типа мимо этого он совместил себе две культуры то есть по факту он француз родился во франции умер во франции он из юрьевских и смоленских рюриковичей потомок великого рода хотя в каких-то интервью тати иногда говорил что его дед был граф и посол россии во франции но в общем-то это мифология по документам не открывается что несмотря на то что дед был гусар генерал гусарский дмитрий татищев он просто когда ушел в отставку он был как гронинским полком командовал там в разных местах служил когда ушел в отставку решил остаток своей жизни провести во франции переехал во францию он был богат семья богат помещичья семья графами они не были самый знаменитый потомок этого рода кроме тати конечно василий никитич татищев птенец гнезда петрова создатель первой русской истории истории российской кстати почитайте если вам на досуге захочется погрузиться она издана в литературных памятниках очень хорошо язык очень богатых хотя он русский он учился естественно в голландии во франции как и все птенцы гнезда петрова и чем уникально он пользовался документами которые не сохранились то есть там есть эксклюзивная информация эксклюзивные цитаты со ссылками на источники которых больше нет вот это потомок этого рода он родился как яков георгиевич татищев псевдоним тати как принято во французском артистическом сообществе он взял в начале тридцатых годов для простоты в беготне представлений чтобы подписывать чеки просто таки таки вот у них коко таки у них в принципе до конца сороковых да еще сейчас иногда принято французские артистические имена сокращать для как до какого-то ника и уж цирковые и балаганные артисты ему мюзикольные артисты все были только с короткими именами вот такие был один из них сейчас не знаю жива мил мил вот такая звезда 70-х годов французская парочка актеров с такими никами работают жан-пьером жены вот но в общем традиция рассасывается куда-то уходит тоже теряется эта традиция 19 20 века значит дед тати был дмитрий татищев генерал гусар он хорошо проводил свое время во франции на старости лет занялся живописи причем его много рисовали при жизни сохранились его портреты такие во всем гусарском великолепии был богатырь по воспоминаниям огромного размера человек гигантской силы и таки уродился тоже таким благодарем он метр девяносто один и собственно это принципиальное для понимания его эстетики потому что такое длинное нескладное тело в кинематограф не умещалась и вот он как-то должен был придумать некую эстетику куда бы это тело вот так вот сложить из-за этого из этого родила родилась такая уникальная пластика балетная так вот дмитрий татищев гусар живший во франции чувствовал себя свободно и прижил от цирковой актрисы сынка вот этот сынок и стал отцом жака тати или якова георгиевича татищева значит отец хоть был незаконно рожденный но зарегистрирован был официально как сын дмитрий татищева во французских документах без указания имени матери а вот и татищев когда умирал дед он хотел оформить и в россии все документы а сын его отец статьи был крещен в париже в крупнейшем соборе православном александра невского под именем георгий хотя по французским документам он жорж эмануэль татищев вот но брат старший брат деда был губернатор пензы вообще это пензенские помещики вот уже в том приближении как родственники тати опрямые и он воспротивился этому сказал что незаконных детей в роду в таком рюриковичей не будет может быть он это из-за наследства как-то сделал темный лес в любом случае денег никаких после смерти семьдесят восьмом году деда цирковая актриса бабка от эти никаких не получила жила тяжело тем не менее судьба злодейка вот слила мощный рост гусарский и физическую хорошую форму и какие-то цирковые балаганные корни нашим моим героем отец разбогател статьи он стал довольно известным и респектабельным реставратором рам для картин и резчиком по дереву у него был в париже большой магазин на рюка стелла рюка стеллан если вы знаете париж это такая гламурная часть парижа недалеко от церкви мадлен такое знаете парфенона образная церковь которая на церковь но никак не похожа на христианскую вот гигантская совершенно вот рядом там это рюка стелла а еще рядом пляс ван дом главная улица ювелирных магазинов с ван домской колонны и женился он тоже на дочери резчика по дереву работающий тоже в этой же специальности ремесленные голландского голландка то есть отец статьи полу русский полу француз мать голландка и соответственно 9 октября 1907 года в них родился сын яков георгиевич был ли крещен он в православии непонятно нет никаких следов фильмов никак это не проявляется и вообще русский след очень слабый в эстетике тати кроме того что когда вы его видите вы понимаете что это русский да такой чем-то даже на шаляпина похож вот такой тип русским и в титрах у него очень много всяких русских фамилий каких-то таких трансформированных русских которые видимо пришлись во франции и висе они не не таки они естественно татищев но тем не менее эстетика у него которые можно обозначить все-таки словом христианское это один из элементов его картины мира это очень важно а татья на русском языке очень мало информации с одной стороны он был русского происхождения и к таким людям в советском союзе относились с подозрением с другой стороны персонально к нему относились прекрасные все его фильмы были показаны в россии некоторые даже были в прокате некоторые были на московском фестивале как премьера мировая получали там призы том числе главное и соответственно по ну считалось что он такой мощный критик буржуазного общества и соответственно под это дело можно было привести тати есть информация тати у ну в известном многотомники садуля история всемирной истории кино он естественно французских авторов никого не пропускал почти кроме вот алексеева например есть конечно у даже уже в переводе на русский у андре базе андре базе 1 вывел тати на максимально высокий уровень анализируя его эстетику и есть буквально две книжечки на русском языке 1 вышла в семьдесят первом году в такой замечательной серии просветительской актеры зарубежного кино довольно длиннющий был выпуск нам по моему выпуск 91 леонида шварца там тати как актер представлен то есть как клоун мимо есть книжечка уже когда тати снял все свои фильмы издательство искусства семь седьмом году вышла в замечательной серии мастера зарубежного киноискусства тут виктор бажович значит ее составляла редактировал он тоже был франкофон книжечка чем хороша это не только фотографии кадры из фильмов правда черно-белая вот эти в основном цветные фильмы и со съемочной площадки и всякие другие замечательные кадры вот сидит тати и мастер китон и оба довольны хотя это обрезанная фотография потому что вот здесь сидит еще гарль тлойд есть со съемочной площадки фотографии есть фильмография но главное что здесь несколько интервью такие переведены помимо текстов здесь переведены три его сценария два оригинальных сценарий один запись с экрана который бажович сделал здесь праздничный день каникул господина елой мой дядя вот записи экрана бажович вот и что еще интереснее помимо того что помимо текста бажовича здесь есть конечно мая ртуровская александр арбузов михалкович виктор богомолов некоторые до сих пор еще живые действуют бажович это умер по моему в этом году от коронавируса 90 с чем-то лет ему но здесь есть переводные тексты того как воспринимали татьи на западе и в частности здесь есть текст садуля и что еще круче редкий текст одного из видных режиссеров французского авангарда и критика марселя ля-эрби марсель ля-эрби он все время имел какие-то русские связи и в частности одну из своих лучших парижских ролей у него сыграл иван мажухин в картине покойный мать с паскаль по книге нобелевского лауреата луиджи пирандело посмотрите очень обычный фильм вы его легко найдете вот собственно все что есть по-русски а татьи очень мало читать это почти невозможно я имею ввиду тексты отечественной критики помимо вводных слов марксистских все равно даже несмотря на подмеченные детали сравнения всякие точности перекос дискурса очевиден в какую-то там сторону и теряется за этом главное то чем ценен татьи тем более в общем и на каждом этапе татьи требует новой рецепции и она приносит какие-то свои материалы дополнительные значит а татьи есть несколько фильмов фильмы этих на русском языке их нет да их и на английском найти нельзя то есть эммануэль леконт и симон валон 2015 году сделали картину татьи экспресс документальную для телевидения французского вот вот там такая наиболее развернутая рецепция биографии спроецированные на творчество и наоборот стефан года исследователь такой увлеченный татьи в 2002 году сделал маленький фильм стать истории который вошел в dvd коробку criterion collection замечательный бренд американский которые реставрируют и выпускает для англосаксонского мира классику полная коробка туда вошло много всяких разных интересных материалов которые больше нигде не найдете и туда же вошла лекция ну это маленький фильм 20 минут если такие экспресс это полнометражная картина телевизионная то стефан года сделал маленький фильм на 20 минут и туда же вошла лекция годы уже 2013 года про эстетику татьи она тоже на французском с английскими субтитрами то есть по-русски и к сожалению не послушать но тем кто владеет очень полезно это в такой вполне себе урок эстетики татьи от исследователей творчества ну и ваш покорный слуга издал коробочку в первой половине двухтысячных годов полную коробочку фильмов татьи такая желтенькая коробочка кино без границ я хотел ее принести меня принуждали даже и принести сюда для поднятия концептуальности и действительно я много сил убухал на эту коробочку потому что если права на все реставрированные фильмы татьи можно было в одном месте найти попереговариваться купить там как-то довести до ума то фильм парад его последний фильм потребовал буквально на каких-то научных поисков поскольку его делала шведское телевидение и концы терялись но в общем мы нашли этот фильм коробочка есть но я только вчера прилетел из буэнос-айреса и коробочка буквально закопана в снегу я не успел ее откопать поэтому я вам ее не покажу можете найти она продается даже в тех местах где еще торгуют дивиди полезная вещь как я сказал я чтобы читать эти лекции пересматриваю все фильмы такой принцип и вот я получил очень много счастья поэтому если такую коробочку естественно вы можете найти фильмы в сети но если вы такую коробочку найдете то вам будет приятно посмотреть помимо этого там есть дополнительный материал значит теперь явление это вот как бы личность теперь явление что сделать эти-то тем был высокий нескладный и в концепцию своего богатенького отца что надо продолжать традицию резчика реставратора не вписался как-то пытался сложиться не попал в рамку не захотел этим заниматься он родился в иль-де-франс тогда это назывался я не помню как сейчас называется этот департамент он поменял название тогда это назывался департамент сены и и уазы и это совсем недалеко от парижа городок лапек ну то есть по факту он парижанин конечно и воспитывался в парижской культуре хотя то что он родился сен-жермен-дю-пре в пригороде сказалось на его эстетике принципиально поскольку его эстетика со скепсисом относятся к мегаполису большому городу почти что отрицает его и любит окраину любит хаос любят всякие маленькие беспорядки и большие беспорядки и соответственно любят провинцию где все не так урегулировано несмотря на каких сложившиеся столетиями правил то есть вот его судьба отпечатывается в его эстетике все время начиная с роста русских корней цирковой бабушки и вот продолжая опять же ростом и и рождением в пригороде учиться резчиком он не хочет идет в лицей сен-жермен-ан-ле лицей назывался мужской лицей поскольку лицей классические языки даже пытались там преподавать увлекается благодаря своему росту спортом поехал в лондон увлекся регби начал заниматься регби серьезно профессионально это у него всегда физическая форма хорошая и даже думал продолжать свою карьеру как профессиональный спортсмен но какой-то момент да он послужил в армии в драгунах практически тоже не гусар ну драгун высокого роста люди берутся то есть такую традицию деда по-своему продолжил и так случилось что поскольку на все силы отдавал родному клубу был такой париж racing club где он собственно занимался регби там были всякие юбилей день открытия тень закрытия клуба и так сложилось что самодеятельные празднички какие-то к этому приура приурачивались и таки там как и многие выступал и очень быстро стало заметно что он обладает удивительными мимическими и актерскими способностями на что указали ему товарищ на одном из таких юбилеев этого клуба он модные тогда мимические пантомины своего производства предложил имитировал всяких спортсменов имитировал спортивные соревнования скачки причем имитировал одновременно и лошадь и наездника все это было здорово вызывало смех и радость ему все стали указывать что ты брат талантлив и он как на кнопку нажали сменил карьеру ушел из спорта и прямо вот развернулся на 180 градусов и не имея никакого специального образования пошел выступать в мюзик холлах и вот тут опять судьба злодейка нам намекает что это не просто так потому что другой великий комик двадцатого века вышедший из традиции мюзик холла из семейной традиции мюзик холла долго сам выступавший с мимическими пантомимами чарль чаплин соответственно вот такая вот параллель причем это не единственная параллель с чаплином чаплин несмотря на то что работали они совершенно создавая разные картины мира имеет определенную связь с эстетикой татья о чем я скажу позже начал он с мюзик холлов у него был отработанный набор выступлений там несколько десятков он всегда к ним возвращался во всех его фильмах вы найдете следы вот этих мимических пантомим пластических спектаклей и вы увидите повторы часто на разных возрастных этапах он это делал иногда по собственному желанию иногда по просьбе почтенной публики и это как бы низкий жанр в общем-то цирк балаган мюзик холл бабушка цирковая актриса к высокому саблайм не отсылает так вот парадокс того что сделал татья это переход на совершенно другой уровень он из своей низкой клоунской эстетики сложил эстетику высокую философскую точнее даже поэтическую эстетику потому что его философствование это поэзия его мир это мир поэтически это никакого отношения к реальному миру не имеет находится с ним в диалоге в критике сатира на реальный мир но только опираться на понимание того что такие сатирик и какие-то выводы о нем делать совершенно бесполезно поскольку это совершенно авторский поэтический мир который требует восприятия органами чувств они аналитическим аппаратом я расскажу про его картину мира но важно что сказать что среди всех комиков которых мы знаем а есть список комиков известных в россии есть более широкий список комиков известный в мире у нас не все комики дошли уильям клод филд который повлиял на татья который признавал в интервью что вот творчество филда на меня повлиял у нас совершенно неизвестен американский комик умерший сорок шестом году большая фигура много работаешь и тем не менее эти комики работали с мимической пантомимы с эксцентрическим героем с эксцентрическим образом но никто не дошел до эстетики которую можно назвать комикс татья это максимальное приду приближение к эстетике комикса вообще в мировом кинематографе то есть то пластика собственного тела который он разработал она является визуальным языком напоминающим иероглиф его все основные телесные позиции можно зарисовать в целый алфавит вот бажович который делал эту книжку он это неплохо понимал он видите на обложку поставил такую фигурку знаменитую а потом сделал вот так вот это алфавит тати каждое его движение вы часто увидите она повторяется его походка уникальна его можно узнать большой толпе или героев имитирующих его он иногда использует персонажи имитирующих его это один из его гагов поэтому это вот высшая точка комиксного алфавита комиксы комиксовые знаковости в кино и у тати в этой вот эстетики есть последователи их много я о них скажу эту эстетику пытались транслировать ее пытались транслировать непосредственно силами самого тати как только он первый раз был номинирован на оскар американцы попросили его сделать серию бесконечным маленьких 15-минутных скетчей на основе его образа его но он отказался он сказал я не пекарь я могу это делать в любой стране мира много годами но этим будет нарушена моя свобода и вот через слово свобода мы приближаемся главному элементу который в своем поэтическом мире презентовал такие такие это во-первых гуманист который вот этим заближается с чаплином известно что чаплин он создал удивительный образ трампа шарло бродяги и пластикой своей артистической создал к нему какую-то невообразимую любовь то есть мы проникаемся и наше тепло которое выдает чаплин вызывает в нас ответное тепло во много раз больше чем чаплин нам предлагает как актер и эта любовь возвышается до какого-то такого человеческого взаимопонимания то что и называется гуманизм любовь к человеку значимость человека проявляющийся любви так вот это есть мы любим его и это есть в нашем отношении к образам татьи но для мира татьи этого недостаточно и вообще я бы сказал удивительную вещь что наверное так картина мира которую создал как автор по своей эстетике своей в своем киноязыке татьи гораздо больше чем эстетика чаплина эстетика чаплина она провоцирующая она стимулирующая она инициирующая но в принципе это такой камерный мир не то что у чаплина меньше гэгов нет не меньше больше но элементов эстетики из которого складывается какая-то богатая картина многослойные мира у него меньше у него мир как бы проще и романтичнее и проще несмотря на то что у него здесь тоже есть разные этапы творчестве он дошел до полного мрака фильме миссия верду когда-то тем не менее общая картина мира не такая многослойная а у татьи она прямо предполагает философский анализ потому что татьи помимо того что он гуманист он еще такой спонтанный анархист например у если у героя чаплина даже несмотря на то что он например в новых временах не очень у него получается винтиком стать в механизме в котором попадает хотя по факту он там как-то в этом механизме выживает тем не менее он пытается приспособиться он пытается к тому миру который его форматируют снаружи адаптироваться найти себя как ты и в какой-то момент если неудача то как какое-то тепло тепло любви ему дается в награду вот в мире татьи и с героем татьи такого не происходит он тоже трикстер как и то есть крученый шар который вокруг себя заворачивает все пространство параболизирует его но он настолько не вписывается что к любому элементу сложившемуся внешнего мира если он подходит этот элемент превращается в тотальный хаос причем это происходит не потому что он делает что-то экстраординарное как герой эксцентрик потому что это имманентное вот этот человек он свободен и вот эта свобода предполагает что может произойти все что угодно по факту в эстетике татьи происходят обычные бытовые вещи что-то выпало из багажника из кармана не туда наступил то есть ничего экстраординарного он не делает никаких фантастических трюков как бастер китон он не делает он не паяц но при этом он трикстер его траектория свободного движения непредсказуемое максимально широко если границы в которых великий бастер китон функционирует или великий чарли чаплин функционирует они определяются тем миром в котором они живут уже сложившимся вне их воли то герой татьи настолько волен что он этот мир просто разрушает он его преобразует то есть если этот мир до прихода героя татьи или его черно-белый то в момент его появления он тут же становится цветным истекает вот вот такая какая-то метафора и соответственно тут мы приходим к слову которого я вынес в заголовок название лекции абсурд абсурд предполагает поломку смысла смысл как устроен смысл он же есть есть какие-то маленькие смыслы вот есть смысл этого стола а есть более маленькие смыслы у каждой конкретно опоры этого стола или есть смысл у стола стоящего в этой комнате это вот все разного масштаба смысла то есть между двумя смысловыми точками есть некий мостик который скрепляет и за счет этого смысл наращивает себя создает некую структуру она напоминает ну кристаллическую решетку если мы изучали физику вот такая сложившаяся кристаллическая решетка в каждом случае каждого металла там по-разному выглядящие или молекулярное такое строение сложно так вот задача абсурдиста или свободного человека или трикстера который работает на абсурд на вознесение своей свободы и деконструкцию окружающего мира таким героем был персонаж статьи сломать мельчайшие связи между вот этими смысловыми точками то есть он может сломать и большую связь стола и комнаты а может сломать буквально смысловые конструкции этого стола ему он как лазерный луч разрушает эти смыслы соответственно картина мира сложившегося который вас снаружи форматирует вас загоняет в какие-то рамки из которых вы не можете вылезть вот вы вошли в метро а там час пика вы задыхаетесь ничего сделать не можете вот герой татьи свободен настолько что он может эту действительность с которой он сталкивается преобразовать он может вокруг себя создать пространство свободы за счет того что какими-то фактически неосознанными действиями обычными бытовыми действиями он ломает абсолютно вот эти смысловые связки между ближайшими смысловыми точками вот это вот главное в эстетике татьи это такой великий трикстер абсурда причем это абсурд не у меня был герой который работал моих лекциях в эстетике абсурда до фернандо арабаль это это радикальная фигура это маргинальная фигура эта фигура которая попала в дух времени в те годы когда она начала функционировать 50 60 года он еще жив и продолжает вот но это другой абсурд это такой более как ни странно конвенциональный абсурд куда мы там по списку добавляем ага там ионеско там бекет и так вот выстраивается такая цепочка и это тоже какая-то конвенция тоже какой-то порядок тоже какая-то очередь какое-то подразделение абсурдистов вот они они идут и мы все знаем что это значит не драгуны а подразделение абсурдистов так вот ни в какое подразделение татьи вписать нельзя потому что подразделение если его туда вот привнести будет полностью разрушена все как шахматные фигуры или как домино попадают вот эстетика татьи это эстетика абсурдного домино только появляется господин юло все фигуры вокруг по цепочке начинают падать и вслед за ними разрушается вся декорация окружающего мира но главное что при этом происходит при этом происходит некий такой тихий атомный взрыв никакого масштабного действия нету тихий атомный взрыв который вам дает огромное количество энергии как зрителя визуальная энергия вот достижима вами как зрителям и собственно это главный эффект татья я расскажу отдельно по фильму приведу какие-то примеры что важно сказать откуда таки брал источник вдохновения ну понятно что он видел и китана фильмы и чаплина и филса на которого он ссылается если рисовать картину мира в стиле вот таких замечательных книжечек то получится какой-то какое-то опять подразделение влияний которые на него были оказаны но это будет ложный ход потому что мы так с каждым новым комиком будем попадать все время в общем ставить его в то же самое подразделение до мере он приезжает в америку и сидит между бастером китоном и гарольдом лойда но если говорить об его эстетики он не сидит между ними он вообще не сидит между кем-то и кем-то он вот каком-то своем таком буддийском состоянии нирваны завис и тем не менее влияние есть прежде всего два основных направления влияния а это модная эстетика была и во франции мы вспомним жан-луи баро и марселя марсо это великие мимо известные всему миру каждый работал с каким-то своим со своей конструкции если марсель марсо помимо его коммунистических пристрастий работал в классическом жанре романтического героя такого пьеро баро точнее романтического героя баро работал в эстетике грустного пьеро то таки видя как работают другие актеры этим это большие актеры с актерской карьеры образованием более классическим чем мюзик холл из которых вышел спонтанно в который вошел из которых вышел как реки на режиссер потом таки так вот мы не найдем следов этих замечательных эстетов эстетику которых таки воспринимал был знаком но мы найдем эстетику уже навигал другого героя моей лекции вот тот хаос свободы тот анархистский протуберанс который у него в налезо поведение например присутствует это то где таки черпает свое вдохновение и если говорить об американском влиянии а как вы понимаете он путешествовал вот он был в лондоне как минимум да это братья маркс вот это другой абсурд это очень злой абсурд братья маркс это классики абсурдистской комедии и тем более такой ансамбль виртуозов универсалов это коллекция трикстеров это набор характеров как цветные карандаши в коробке они как-то все уживались каждый играл на уж харпа играл на всех музыкальных инструментах но там каждый что-то умел делать и акробатические номера и музыка и речевые какие-то способности все что угодно могло стать для них материалом из которого они вот этот вот такой злой абсурд гуманистами назвать этих братьев нельзя но вот эстетика абсурда который ломает любую границу любую смысловую связку да это кстати имеет отношение мы не найдем никаких цитат или какого-то прямого взаимствования но вот общий какой-то такой мир тотальной поломки тотального дисбаланса и разрушения коллективом из пяти а потом их с трех братьев маркс окружающей среды да вот это вот есть чарли чаплин мог что-нибудь сломать уронить эксцентрично себя повести бастер китон мог виртуозно пройти сквозь стену или увернуться от поезда мир они не разрушали братья маркс могли разрушить мир вокруг себя поскольку они работали коллективом значительно большем объеме то есть разрушение были значительны но такие мог разрушить весь мир вот он своем кино разрушает весь мир и выдает нам энергию свободы еще важный элемент его эстетики это работа со звуком и с цветом он как киношник родился исключительно звуковой период он смотрел немое кино вырос на немом кино но работать сам начал в звуковой период и все его фильмы звуковые но поверьте мне все его фильмы формально звуковые он просто по требованию эйзенштейна и пудовкина работал который о которых он ничего не знал звук у него используя и речь и речь тоже там говорят у него фильм он сам там говорит речь всегда используется как аттракцион никогда вообще не пытайтесь смотреть фильмы тати с какими титрами совершенно не надо ни для чего ничего вы не поймете больше того даже те тексты которые произносятся посторонними людьми а тати в основном работал с непрофессиональными актерами то есть тотально вот он снимает в каком-то городке и все жители города в этом снимаются то есть ну или с клоунами на начале своей карьеры с профессиональными клоунами от которых он черпал видимо какое-то какое-то вдохновение и мастерство оттачивал свое на на их примере так вот эти все вся эта речь используется абсолютно как аттракцион то есть если какая-то бабка старая сагбенная выходит в фильме праздничный день а она как греческий хор выступает в роли такого комментатора происходящего так вот если вы будете слушать и будете франкофоном вы поймете ничего не понятно во первых она у нее ни зубов нету ни чижи практически не работает во вторых она год на каком-то деревенском сленге который в общем уже никто не знает поскольку все умерли она была последней носительницей значит этого этого сленга вот и сам тати всегда разговаривает нечленораздельно междометиями какими-то слогами которые напоминают речь но речью не является то есть он интонирует это как речь и мы вы мы верим что он что-то такое по-французски сказал мне это какие-то обрезанные слова и больше что он это обыгрывает то есть самом знаменитом появление юлу который должен первый раз наконец представиться и сказать что он юлой тогда все герои том числе зрители герои фильма и зрители поймут что он юлон обыгрывает это как трюк потому что он это произносит не вынимая изо рта своей трубочки и то что мы слышим это что он потом говорит когда ему помогают войны трубочку изо рта он будет ну совершенно не похожи друг на друг он поиграл в речь это аттракцион больше того он еще звуковыми шумами которые очень важны в его фильмах все звуки там автобус проехал кто-то пукнул там велосипед звучит все это используется как такая симфония и специально заглушает речь сколько она ему не важно не нужна и она ни о чем поэтому он остается великим мимом последним и носителем вот этой эстетики пантомимы как вы помните один из первых теоретиков кино такой загадочный персонаж было балаш венгерский коммунист и при этом когда-то с автор сценария лени рифенштальт в тот период когда он жил в берлине а потом он жил советском союзе в двадцать пятом году издал книжку на русском языке прекрасной книжка очень рекомендую почитать который называется видимый человек и он очень подробно и аналитично теоретизировал объясняя что поскольку человечество приобрело язык как средство коммуникации в процессе эволюции а до этого оно прошло пантомимический период этот языковой мимический период содержит в себе для восприятия другого человека что-то больше чем речь которая возникла позже то есть он официально в этой книжке пишет что мимика и жесты первый язык человечества поэтому ту информацию которую мы получаем из кинематографа через мимику и жесты это больше это то что мы не осознаем это на подсознательном уровне мы считываем что-то больше чем мы могли бы если мы услышали значит еще какой-то текст и это подтверждается исследованиями потому что есть я уже говорил на парочке своих лекций в человеческом мозге зоны отвечающие именно за восприятие лиц и ситуации с руками это еще возникло когда там неандерталец издалека видел другого неандертальца может быть не неандертальца может быть карманенца который потом его съел а как выяснилось и он должен был увидеть мимику лица доброжелательное недоброжелательное там готовится к бою там хитрости или что и то же самое с руками что делают руки как они значит я веду и наш этот мозг но это не только видимо там гораздо больше слоев подсознательного восприятия так вот в этой эстетике подсознательно это понимая работал тати и из низкого родилось высокая я не скажу что он работал совсем бессознательно и только повторял свои трюки его часто критиковали правда его критиковали из-за повторы из-за схематизм и одновременно из-за манию величия как это совмещалось я не знаю но тем не менее критика это хорошо его мир сложился конечно осознанно то что он создавал как картину мира и себя в центре а потому что весь мир абсолютно эгоцентрически был устроен и крутился вокруг фигур ело не зря такое слово ело так вот этот мир вращался не вокруг солнца вокруг ело и этот мир то есть расставление вот этих планет и потом разрушения большой взрыв создавал осознанно персонаж автор жака тати ну и то же самое он делал с цветом если вы посмотрите а он начал снимать один из первых цветное кино во франции я не имею ввиду веерированное кино раскрашенная снимал еще мельез все фильмы мельез это были цветные и без цвета мельез вообще не воспринимал свои фильмы аттракцион пропадал на основе которого все было построено то как работает с цветом татьи это классическая драматургия цвета который мы потом видим ну в более изощренном формате у антониоли во фильмах блог-ап или красная пустыня то есть это очень важный тоже элемент эстетики продуманный четкий он очень четко все теплые цвета нам предлагает и также радикально нам предлагает все холодные цвета и мы вообще по если бы набоков смотрел такие я не знаю нет нет текстов набокова татьянусь набоков смотрел набоков же у него было особое цветовосприятие да и у веры слоне моего жены тоже они были собственно на этом сходились тоже то он бы увидел вот на таком на другом чувственном уровне цветы колористическом чувственном уровне фильм это те те кто обладает такой способностью могут эту драматургию цвета считывать на каком-то другом подсознательном уровне той статьи он читается вот через многие слои теперь значит биография плюс фильмы татья как я сказал когда он услышал от друзей и наконец сам осознал что у него есть талант мимо клоуна а произошло это очень быстро в тридцать первом году а он 907 года рождения он вот как я сказал как на кнопку нажали сразу ориентировался на мюзик холл и пришел предложил свой набор номеров который был принят и начал зарабатывать деньги много путешествовал по франции он любил провинциальную францию вообще провинциальная франция первой половины 20 века было было прекрасно а 19 век как-то на наполз на 20 его франции вот сохранил ее в первозданном видео в праздничном дне вы можете увидеть в маленьком этом городке где снимался фильм как они все выходят из домов этих деревянных носатых ботинках такой такой ретро с тем же успехом это могло быть 16 веке точно так что в чипцах каких-то и пьют все то же самое кальвадос и винишко который там же и производит так вот он пошел мюзик холлы и очень быстро поскольку он не из деревенской семьи с хорошей семьи читающий пишущий он стал писать сценарий он стал писать сценарий фильмов ну сначала он начал писать свои скетчи он начал сидеть вот с ручкой и придумывать значит как я там буду потому что то что с чего он начинал он имитировал теннисиста наездника боксера это вот его классические какие-то какие-то комические номера повторял за какими-то клоунами пользовался своей спортивной выправкой ростом чтобы обыгрывать эту долговязость а это потом стало элементом его эстетики это самый высокий клоун собственно если мы выстроим вот это вот подразделение мимов 20 века мирового кинематограф это все очень маленькие люди это все какие-то карлики и собственно не этим пользовались они были такие компактные них куда-то можно было под лавку засунуть в какой-то сундук и это обыгрывалось как аттракцион они как трикстере эксцентрики все время производили какие-то эксцентрические действия никаких эксцентрических действий практически производить человек метр девяносто один ростом не мог потому что он был больше чем такого рода эксцентрика его рост и было эксцентрика и это очень быстро почувствовал татья он это обыграл так вот он пишет сценарии и естественно какие-то сценарии не удаются не то что там на как после смерти бегу 27 разработок сценария осталось нет но были сценарии которые то ли не были реализованы то ли погибли в огне войны начал он ну в тридцать первом году вот он показывает этот первый спектакль на юбилее рейсинг-клаб в париже где он регби занимался теннисом и конным спортом и в тридцать втором году он уже пишет сценарий первого своего фильма который называется оскар чемпион тенниса причем тати не режиссер почти там кто-то ему помогал но в титрах он по воспоминаниям тех кто видел фильм а их почти не осталось таких воспоминаний и сценарист режиссер исполнитель главной роли как жак тати проходит но фильм не сохранился фильме уже в 50-е годы его уже никто не видел то есть он видимо сгорел потом он пробует себя с фильмом возвращение к земле не сохранился тоже он не режиссер значит но можно четко понимать что это звуковая картина также как и оскар чемпион тенниса где звук накладной то есть синхрона нет где он не имеет никакого значения поскольку идея визуализировать наработки тати сделанные мюзик холли как-то обыгрывает свои номера причем от господина ело кроме самих техники вот этой пантомимы в каждом конкретном случае ничего нет ело родился гораздо позже он родился в начале 50-х годов и все потом образ был неизменен образ был настолько совершенен настолько запоминающийся настолько качественно сработан вот именно телом тати авторским что он не менялся а до этого он себя искал поэтому если мы любим тати вот как автора который сформировался и своими большими фильмами а это очень большие всегда картины по длительности себя зарекомендовал то ничего такого мы не увидим принципе если вы не исследователь если вы не изучаете кино можете не смотреть ничего там такого нет какой-то парень с прической как русский половой значит одна на одну сторону другая на другую сторону такие прятки здесь пробор и видимо бриолином значит такого волосы намазаны такой довольно неприятный персонаж со всеми ужимками прыжками и костюмами двадцатых еще годов поскольку начало тридцатых канатье как у бастера китона flathead вот и особенность только то что очень длинные конечности очень так длинный не склад все так никакого мастерства актерского никакого какой-то уверенности вы еще не увидите он такой еще даже мимическим какой-то такой тюфяк вот значит возвращение на землю тоже не найден это вот два фильма из периода тридцатых годов звукового тридцать второго года и тридцать восьмого года который сейчас но есть фильмы которые сохранились их реставрировали под контролем дочери тати софи татищев которая тоже была кинематографиста занималась монтажом сняла даже одну короткометражку получила премию сезар семьдесят восьмом году за лучшую короткометражку где она не имея фигур юло отец не снимался болел она тем не менее воссоздает мир тати и она получила за нее сезар цезарь главную французскую премию 78 года за короткий метр так вот сохранились фильмы значит первый фильм который сохранился тридцать четвертого года фильм называется он очень хорошая бажович название на русский придумал самая точность есть разные варианты названия там с английского перевод у бажовича идеально называется требуется зверь значит речь идет о боксерском порядке какие-то люди хотят антропренеры заработать денег у них есть мощный русский боец кротов просто зверь он там по-русски говорит да да понимаю там такой лысый чувак и надо ему достойную достойного противника выставить чтобы заработать а достойных противников нет все боятся разбежались и они ищут по объявлению а по объявлению приходит неудачливая актеришка вот этот длинный метр девяносто один ростом который играет жак татьи а потому что он подкаблучник своей жены блондинки который хочет из него выжимать деньги и поскольку он полный тюфяк он не понимает на что его бросают онга он актер он репетирует его увольняют в какой-то момент с какой-то репетиции ему нужны эти деньги ему предлагают пять тысяч франков что в общем очень мало то есть это деньги ну в принципе на маленькие деньги соглашается хотя он цитирует там жену будет и никаких грязных игр там стучит по столу и только из-за этого его берут потому что вот впервые появляется эстетика татьи он делает какое-то бытовое движение имитирует стук по столу неудачный стол сотрясается какая-то палочка или что-то взлетает и ударяет довольно больно по голове антрепренера и это ну поскольку это мимическое поднаймимо сказывается на его рушение он считает что да это значит вы выстоит в поединке в общем он берут комический поединок следует на но там есть несколько гэга все построено как в комедии эксцентрической но вы знаете эксцентрическая комедия у нее есть другое название буфонада вот эти буфы буфы такие выдавать или слеп стик то есть хлопушка палка или хлопок палка удар падения это как отработанная комедия в немом кино появляется трикстер он делает набор каких-то телодвижений которые заранее просчитаны и вот эта концентрация просчитанных действий которые в обычном языке называется шутка в кино называется гэг и вот набор гэгов такая цепочка кого как колбаса как сосиски гэгов и составляет вот этот слеп стик комедию естественно этот фильм наследует этой комедии но есть особенности во первых особенности такие ничего не умеют еще это большая особенность то что если мы сравниваем с последующим такие небо и земля во вторых он наследует эстетике клоунов с которым он работает вот тут его дуэтом тут с ним дуэте работает итальянского происхождения клоун клоун энрико спракане известный как ром вот это очень знаменитый самый знаменитый французский клоун обычный клоун 40 клоун который снимался в кино тоже тридцатых годов вот они работают с ромом и поскольку ром работал и белым клоуном и рыжим клоуном а вы знаете белый клоун это более злой клоун рыжий клоун это такой более страдающий добрый клоун вот этот гуманизм рома который выступает в роли поддерживающего героя то есть героя второго плана вот этот гуманизм как-то передается таки без поддерживающей игры рома по сюжету таки бы не выиграл матч естественном матч он выиграл случайно ром понимает что его друг то товарищи и актер собрат сейчас погибнет под ударами кротова поэтому он изыскивает разные способы как этого кротова там под ковром укротить и там идет набор гэгов сначала есть несколько гэгов связанных статьи таки с женой обедают стоит почему-то аквариум с рыбками на столе и супница и поскольку жена все время читает тати там тоже отвлекается он половник значит в аквариум и наливает ей живую рыбку значит вот она уже готова ее есть он там пытается как-то исправить ситуацию в итоге рыбка с банка в банку с сардинами прыгает и в итоге он сам ее и съедает эту рыбку в общем трагическая история с рыбкой несколько гэгов тати вот такого плана грубоватых несколько гуманистических в пользу собрата гэгов рома он там где-то выдирает палку с гвоздем пытается этим гвоздем снизу в задницу потому что это рестлинг это не бокс это рестлинг в задницу этому кротову значит несколько раз вставить не очень срабатывает потом он находит зонтик и трубу трубу вставляет зонтик и в какой-то неудачный для кротова момент он ему по голове этим зонтиком и труба и зонтик гнется что очень удивляет рома но в итоге это как-то срабатывает в пользу дезориентации этого кротова и они выигрывают 5000 и в общем и бросают эту жену она тащит чемоданы с деньгами в буквальном смысле они садятся на машину машина уезжает а жена блондинка остается значит не очень такой вот классический слепстик где асинхронный звук какие-то отдельные фразы этот матч зрители массовка он сохранился его можно посмотреть значит здесь статьи выступает как соавтор сценария исполнитель главной роли у него там другой альфред сави соавтор сценария режиссером он не является режиссером был шарль бруа довольно известный уже режиссер комедии таких массовых вот и ассистентом был великий французский режиссер рене клема у меня будет про него лекции это очень большой режиссер это то с чем боролись боролась новая волна папина кино вот они боролись с кем с рене клема и жак бекер вот но я очень люблю клемана мой мастер в авгике валерий штурица написал про него книжку она недавно переиздана то есть она вышла в этой серии тоже когда-то давно еще чуть ли не в авгиковские его времена а сейчас вот в позапрошлом году переиздана отдельно причем переиздали ее с названием неизвестные имена почему-то или там новые открытия ну что-то такое в общем коммерческая но по факту это старая чуть-чуть подредактированная книжка 60-х годов и 70 вообще прекрасная была серия огромная это второе уже ее дизайн первый был такой разноцветный коричневый зеленый много там гораздо толще были книжки в первой серии много полезной информации там никогда не переиздававшись эту книжку вы в цифровом виде нигде не найдете ее можно откопать довольно в буках короче говоря он изначально ориентирован на авторство во-первых основная идея в его пантомиме все остальные гэги и рома и даже его другие гэги с женой лишь поддерживающие элементы во вторых сценарий его то есть общая разработка сюжетики авторская то есть он изначально ориентирован на авторство сценарист и артист начал значит рене клеман требуется зверь следующая картина в тридцать третьем году называется веселое воскресенье здесь теперь уже таки и ром вдвоем пишут сценарий они сработались на предыдущей картине у них хорошо получилось это заметно у зрителей определенный успех хотя это короткий метр там 20 25 24 минуты всего и они уже вдвоем пишут сценарий сценарий реализует режиссер жак дэр и таки и ром главных ролях там еще есть какие-то тоже клоуны помимо какой-то массовки сюжет очень простой два бродяги два клошара которых все время выгоняют какой-то ночевки они не успевают даже там умыться зубы почистить в колонке значит все это делают решают подзаработать денег у них нет но есть идея идея что надо какую-то подержанную машину лучше амнибус где-то добыть и делать экскурсии по ильде франц и зарабатывать деньги ну лето хороший сезон высокий сезон и зарабатывать с туристов денежки но денег нет чтобы купить машину они идут на какой-то кладбище автомобиля и находят как какой-то за гриппами там загадочной формы лесенко образные такой со срезанным верхом амнибус человек на 25 но не на что купить хозяин просит 200 франков в итоге там есть гэк когда ром заходит сзади хозяин извлекает из него кошелек такой классический гэк из эксцентрической комедии прошлого немого периода и эти деньги которые у нас кошелька у него спер он значит ему предлагает за машину они что-то для вид торгуются потому что они он достал 200 франков хозяин вдруг начал попросить 250 потому что машина полностью заправлено бензин вот эти сделал вид что они уходят тот согласился на 200 и в итоге значит операция сложилась ром уже хотел второй раз идти еще 50 ну то есть гэк у каждой имеет продолжение в общем машина оказывается начинает сигналить не вовремя надо знать как выключить сигнал там по не по шине а вот шину что прикрывает такая в общем почему-то ударить надо в общем все это обыгрывается дальше начинается уже довольно безумная клоунада они набирают каких-то людей тоже поскольку их крики и вопли привлекают только одного англичанина который готов значит с экскурсии поездить по окраинам парижа то ром где-то подслушивать что профессиональный экскурсионный амнибус там какие-то есть синие билетики и красненькие билетики их уже купили и он кричит те у кого синие билетики быстро садимся сюда значит и чужие экскурсанты перебираются полный автобус вот естественно обыгрывается уже сама экскурсия потому что ром как экскурсовод говорит это и дальше идет шум звуковой шум и мы не знаем что он говорит то есть никакого текста экскурсии таки не надо было писать вот там есть несколько гэгов за злобной девочкой которая всячески пакостничает одна из экскурсанок с нелепым экскурсантом с которым все время что-то случается то когда они через кусты проезжали к нему какая-то искусственная борода наклеилась это потом обыгрывается уже в настоящих больших фильмах таки кстати вот эти приклеенные листья один из очень его талантливых гэгов значит и то у него проваливается сиденье и оказывается что машина идет не за счет бензина за счет того что он продолжает значит движение на экскурсии ну в общем вот что-то такое они зарабатывают свои денежки и весело празднуют все это в общем это такой хэппининг уже такой коллективный дальше в тридцать шестом году тренируй свою левую или тренируй левую картина обыгрывает несколько мотивов которые потом становятся во-первых близки тати во вторых потом становятся его постоянными мотивами во-первых провинциальный городок практически хутор ферма во-вторых мечта боксе ну как мы знаем у тати была мечта стать профессиональным спортсменом он думал и о боксе но был слишком высок для этого и о регби и о теннисе серьезно занимался отличная игра в теннис вообще вот этот рост и вот эта кровь его татищевская рюриковская она ему придавала удивительного аристократизма до конца жизни до момента семьдесят восьмого года когда он стал болеть и у него отекло лицо и деформировано его вот он абсолютно прямая спина всегда вот такой человек выходил и шикарно играл и в настоящий теннис и в имитированный пантомимический теннис причем он мог имитировать не только теннисный матч с реальной скоростью но и рапиды то есть замедленную съемку он гениально имитировал к как мячик он причем изображал и мячик и ракетку и и теннисиста все это очень хорошо у него получалось значит вот тренирую левую некий деревенский уволень это потом станет одним из главных героев татья мечтает ничего не делает там надо работать там какая-то тоже такая хребкотелая хозяйка его гоняет а он мечтает о том что вот будет боксерский поединок он всех победит и тут опять же мотивы предыдущих фильмов какие-то антрепренеры им срочно нужен для деревенского праздника боксер и они год давай иди но походу выясняется что боксер то он так себе ничего не умеет и получает он там опять же обыгрываются все мотивы которые он подсмотрел у чаплина в великом фильме ринка еще в более великом фильме огни большого города если вы не помните эту сцену это гениальная балетная сцена чаплина когда он нанялся за деньги на боксерский ринг к такому вот здоровяку боксировать он не умеет маленький человек ему приходится вот этот танец ускользания от любого удара потому что любой удар сразу принесет ему смерти и это совершенно виртуозного в огнях большого города она родилось еще фильме ринг пересматривать это и если даже вы не сентиментальный человек а циничная скотина как я у вас будут слезы на глазах потому что это пластически сделано на самом высоком уровне и ритм и мимикой все конечно это подсмотрел оттуда там есть тоже от обыгрывается таком грубом формате пока он бегает там от этого боксера там всячески пытается в общем тренируй левую чтобы победить надо тренировать левую в итоге случае помогает ему как-то победить не важно значит тут у него появляется такой интересный соавтор на последующие короткие и не только короткие фильмы тоже видимо русского происхождения композитор жан ятов который какую-то свою музыку там с ироничными мотивами с эпическими мотивами добавляет это отличая отличается от классической музыкальной озвучки французских фильмов и благодаря музыке такие часто сравнивают с рене клером хотя рене клер очень разные это целая эпоха поэтического кинематографа и сервис тического кинематографа во франции тем не менее его сравнивают за счет того что вот он таким образом музыку использовал не как майонезную заливку для салата а как драматургический элемент лирический вот этот жан ятов потом не несколько композитором нескольких фильмов у него был и потом возвращено вот я уже говорил возвращение к земле которая пропала там татья все на свете и сценарист и режиссер и исполнитель главной роли а потом вот идет важный фильм да что происходит статьи биографически значит он там занимается регби драгунский полк а потом простите начинается тридцать девятый год мировая война и татья призывают в армию и тут происходит самое страшное что с ним происходит такие как известно он седой вот он получает свою седину в тридцать девятом году из-за того что у него такой рост ему не могут подобрать нужную форму и наряжают его буквально клоуном то есть у него британская шинель бельгийские портянки французские штаны все это довольно разноцветное выглядит чудовищно в какой-то момент его ловит как шпиона и сажают в тюрьму его принимают за шпиона в общем потом немцы захватывают париж как-то он выживает на этих пантомим но он получает седину он отсидел какое-то количество лет он провел годы оккупации в большей степени в провинции и в частности в провинции в городке санса версию андер он снимает свой первый самый знаменитый фильм жюр дефе праздничный день но фильм родился начало в сорок седьмом году сразу после войны как короткометражка школа почтальонов школа почтальонов совершенно другой набор пластической комедии по действию там нету никаких теннисистов нету никаких боксеров а там таки предстает в образе деревенского почтальона школа почтальонов представлена как армия что-то между армией и тюрьмой такой вот уже этот социально-критический элемент привносит но вы знаете что главный герой двадцатого века был масса 1 половина двадцатого века масса и по историческим событиям и по событиям аналитию анализируемым философии мировой так вот такие он как создатель своего авторского мира своей картины мира он оппозиционер и анархист и у его анархия направлен против массы масса разрушает человеческие отношения разрушает теплые человеческие связи формализует масса зло и вот здесь обыгрывается школе почтальонов вот эта армейская тюремная система трех почтальонов тренирует на тренажерах велосипедных значит они должны движением ну таки хорошо ездил велосипеде очень быстро длинные ноги мощные рычаги значит спортивный элемент у него всегда фильмах присутствует в данном случае вот велосипед это один из постоянных его мотивов в каждом фильме последующем так вот причем им тоже придумано уже более изощренно сценарно татьи он сначала они не просто тренируются в езде на велосипеде для деревенской доставки они должны своей ездой продемонстрировать как идет письмо то есть это спокойная такая а телеграмма телеграмма уже вот такая ну ну в общем какие-то забавные такие мимические сцены и естественно два почтальона пожилые он помоложе и он такой неуклюжий который все время по носу получает и там отыгрывается несколько элементов когда он работает как он доставляет письма поскольку он очень торопится борется за качество но при этом он такой какой-то нескладный письмо одно доставляется он клеит его на лошадь потом это в следующем фильме жур-де-фе обыгрывается он просто под хвост лошади самое неприличное место значит кладет он бросает посылку в тот момент когда мясник рубит мясо и и он отрубает от посылки половину а там оказывается ботинки получается такие клоунские ботинки ну зато не будут жрать как вот в общем такие какие-то гэги и это короткометражка денег она не принесла как-то но он решил ее превратить фильм и в этом же городке сен-север-сюр андр он снимает огромную картину которая называется жур-де-фе праздничный день которая вот попадает конкурс венецианского фестиваля старейшего фестиваля мира получает приз за лучший сценарий получает приз французской критики картина два часа два часа хэппининга где нет никакого такого сюжета какого-то осмысленного который куда бы то не было шел и там вот уже вся анархия весь этот счастливый хэппининг радость жизни найти у бертрана блея есть картина называется спасибо жизнь вот я бы мог бы назвать лекцию такие а о такие спасибо жизнь потому что его кино несмотря на сатирический бурлеск ный критический пласт он все-таки о радости жизни о том что жизнь короткая надо уметь и наслаждаться наслаждаться приятнее ни одному в компании с кем-то конкретным не с массой не в рядах стройных не в автобусах не в трафике не в офисных зданиях не в системе аэропорта это все обыгрывает таки в своих фильмах а вот в каком-то индивидуальном о юно вот вот как то так пойдем выпьем вот 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 что то такое значит и таки создает вот такой двухчасовой хэппининг на основе сюжета про деревенского нескладного длина долговязыва почтальон это первый его такой большой подход и говорит об его амбициях когда его кто-то критиковал лусер лусер ли вы критиковал за манию величия потом лусер любил кинематограф татья он понимал его значимость но некоторые фильмы лучшие фильмы татья он не любил почему и он его критиковал за манию величия и лусер писал что вот у тебя мания величия он имел ввиду масштаб потому что татья вот он масштабно подошел к снаряду значит что это за фильм во-первых маленький провинциальный городок во вторых важный элемент эстетики татья непрофессиональный актер кроме него все жители города начинают этой старушке из которой начинается она исполняет роль греческого хора готовится выходной день этот день праздничный весь город готовится из парижа приезжают раскладные карусели а их везут два таких трикстера мелкого уровня такие провокаторы которые готовы для поскольку у них рутина они из одного города в другой есть им хочется что что-то случилось такое но они всех подначают кого-то напоят над кем-то смеются один из них он с женой который на него давит а ему хочется пофлиртовать с деревенскими девушками ставится мачта мэр ставит мачту с флагом французским всякие почтовые поздравления подарочки в этот день приходит выпивают в кабачке вот почтальон до приву привозят киношку показывают документальный фильм о том как работает американская почта американская почта самая современная в мире том числе почтальоны на самолетах там куда-то летят и французские значит почтальоны пчелочку в балаган этого кинематографа смотрят и естественно их это как-то стимулирует вместе с кальвадосом выпитом и они как-то пытаются имитировать деятельность американских почтальонов не имея самолета значит и всего остального такую же скорость создать и даже обогнать американских почтальонов там есть момент когда вошедшие школы почтальонов из короткого метра когда таки лихо выезжает тут же цепляется грузовику и не просто едет за счет скорости грузовика повышенной а раскладывает на грузовике все телеграммы там посылки штампует успевает все это делать потом есть гэк тоже взятые школы почтальонов когда велосипед так разгоняется отойти цепляется за что-то и велосипед едет без него и проезжает весь город и все годы смотри как это велосипед франсуа у него герой в школе почтальонов в праздничном где один тот же почтальон франсуа смотри это велосипед франсуа точно по расписанию там вот и он едет по маршруту и этот гаишник значит ему дает отмашку там какой-то там там за это велосипеда чуть не случается значит ну в общем есть гэк новый отработанный когда уже довольно пьяненький франсуа хочет сесть на велосипед поскольку велосипед и франсуане стоят на ногах он его ставит к забору и вспрыгивает на велосипед и одновременно на забор и пытается как-то ехать забор не едет ну в общем много веселых гэгов или к чтобы сократить путь он хватает велосипед благо он длинный он обыграет свой рост и через какую-то гору лесистую там начинает сокращать путь в общем там много вот такой такого счастья или как он сначала координирует деятельность тех не очень трезвых людей которые ставят мачту гигантскую а потом вдруг показывает чудеса своего роста и силы сам эту мачту каким-то там образом вставляет там есть гениальный гэг с косоглазым укреплятелем этой мачты он должен вбить какие-то колья а он на 40 сантиметров значит левее или правее там бьет и таки ему ставят а он куда-то сюда бьет и таки тогда значит делает таким образом чтобы он бил в то нужное в общем много хороших придуманных гэгов но главное что не все они организованы как какая-то слитная сюжетная канва объединяет все это как трикстер как крученый шар как иголка через ткань проходящие герои франсуа это эгоцентрический мир тати и вот он он трикстер который разрушает или точнее в данном случае еще не разрушает но оживляет эту картину миру предает придает ей какую-то прелесть во первых он сам чувствует прелесть этого городка этого мира этих маленьких людей вот их шебуршения там он есть он уклоняется от упавшей мачты почему он начинает ее потом руководить он въезжает в кафе и сразу аж на второй этаж как гэг отыгрывается он на дикой скорости въезжает кафе где все сидят пьют тут же выходит хозяин кафе выбрасывает велосипед и тут же на втором этаже появляется тати который там значит как-то на втором ну в общем это здорово сделано в реальном времени снято тати в этом плане такая умница он делает хэппининг он делает хэппининг он не просто делает у него режиссерской амбиции он снимает его на цветную пленку использует thompson color техническое оборудование поскольку оборудование это экспериментальное еще никто на во франции этого не делал он снимает и на вторую камеру черно-белый и фильм был снят сразу в цвете и в цвете практически вышел только спустя очень много лет девяносто пятом году девяносто четвертом году эту технологию восстановили сделали напечатали нашли софи татищев и группа сподвижников нашли уже после смерти отца оригинальный интернегатив и напечатали цветную копию вот по этой технологии thompson color это довольно с малым количеством цветов технологии там прекрасные зеленые есть красные голубой но в целом это такой мало хромный фильм тем не менее смотреть его надо в цвете он есть мы выпускали его в цвете но французские зрители сначала его видели в чб потом 60-е годы сумасшедшая идея у кого-то возникла и там частично его раскрасили вручную какие-то элементы нам крутится рулетка балаганная кто-то выстрелит выиграет и там карточные фигуры раскрашены а так все остальное черно-белое в общем тоже поиграли поскольку фильм был популярен фильм имел американский прокат том числе не только фестивальный значит что там с наградами я хотел не пропустить его наград жур-де-фе да лучший сценарий сорок девятый год венецианский фестиваль в эдинбурге тоже был в конкурсе на фестивале в общем это большое признание никаких знаменитых актеров там нет музыка жан ятов опять вот вот авторское тело она притягивает тех кто созвучен вот жан ятов это был первый сначала был созвучен ром но для большой формы ром был не нужен поэтому жан ятов это вот второй элемент авторского тела и тут вырабатывается на первых фильмах такая команда сценаристов с которыми он работает анри марке и рене валера это вот они еще на двух фильмах работали с ним как с автор сценария он как-то вот вот совсем взять на себя большой сценарий не брался все время хотел сотрудничать теплые человеческие отношения поддерживали значит и в 50-м году спустя год после выхода фильма в прокат он получает премию большую премию французского кино то есть это главное тогда еще не было сезара главная французская премия года то есть это классика французского кино сразу с первого большого фильма вот мы естественно это счастливая карьера надо сказать что тати работал медленно он никуда не торопился он не хотел печь пирожки он говорил я не пекарь он хотел подумать посмаковать покурить он очень любил курить собственно от этого умер и он и его дочь софи татищев умерла в 2001 году ей было 55 лет она в 47 году как раз в год создания школы почтальонов родилась умерла от рака легких а сам тати умер от легочной эмболии то что с легкими было все плохо но он сердечник был помимо всего прочего и он у него уходили там 3 4 5 6 лет на создание фильмов то есть его в фильмографии режиссерской только восемь фильмов и главный его герой хотя франсуа это почтальон франсуа это классика французского кино вы найдете во французских фильмов это обыгрывается если вы видите фильм про провинцию даже про современную там всегда будет такой маленький омаж вот такому городскому сумасшедшему а это в общем образ городского сумасшедшего конечно так вот но главный его герой главный вот комиксовый персонаж главная буква его а кинематографического алфавита возникает пятьдесят третьем году это месье и по французском пишется с буквой h и и поэтому дам поскольку он звуком пользуется как аттракционом а у него фильмы после юло все к к продукции с голландцами с итальянцами он все время обыгрывает как разные нации произносят и это имя там юбло там юбло там все все это хорошо обыгрывается всегда и мимический и звуком то есть это удачно найденное мимическое имя потому что когда француз произносит его это выглядит тоже очень запоминающийся значит рождается миссия юло господин юло или потом дядя юло поскольку мой дядя в следующем фильме это тоже миссия юло и во всех последующих фильмах только миссии юло больше нету каких-то почтальонов боксеров только миссия юло в каких бы обстоятельствах он не действовал и какую его профессию он на себя не принимал опять куча непрофессиональных актеров режиссер тати его первый режиссерский фильм школа почтальонов по факту потому что возвращение к земле не сохранилась потом праздничный день вот третья картина вторая полнометражная каникулы господина илона сюжет как всегда ну фильм снимался два года с 51 53 года я сказал что долго работал сюжет практически одна палка два струна некий курорт проезжают из других провинциальных городков это такой не мажорный курорт провинциалы французские с детьми разного возраста и как-то по-своему рутинизировано отдыхают в какой-то момент на курорт приезжает персонаж который отличается от них всех во первых они все приезжают на современных машинах у кого-то победнее у кого-то по богаче кто-то на поезде там а он приезжает на амелькаре 24 года что сразу бросается в глаза 51 год и 24 год разница в автомобильной технике огромная это такая громко громко хлопающие все время глохнущая машинка в которой он еле умещается поскольку размер машин был другой а он в общем метр девяносто один вот тут появляется уже образ юло костюм шляпа загадочная у которой вот эта часть сдвинута такую линию такая немножко поднятая полосатые носки узкие ботинки узкие короткие брюки как у хипстера причем они не как у хипстера как просто у человека у которого короткие брюки такой поплиновый плащик тоже короткие в моде 50-х годов зонтик такой человек в футляре и трубочка которую реально курит тати и обыгрывание как он выбивает эту трубочку это бесконечный гэг из фильма фильм который он все усложняет и усложняет там столько вариантов как выбить трубочку а когда он не видит что это не трубочка он что-то другое выбивает или из кого-то из другого выбивает в общем трубочка зонтик шляпа плащ полосатые носки и главная мимическая игра во первых у него такое всегда заинтересованное удивление в лице во вторых такая вежливость которая предполагает что главное застенчиво не помешать никому главное таким остаться незаметным и при этом разрушает вокруг все тотально ничего не остается целом и походка походка такая с пятки на носок пружинищая то есть как я сказал до этого в пластической его игре его можно увидеть в толпе из тысячи людей сразу то есть эта походка она вот такую синусоиду при движении создает он это понимает и обыгрывает в фильме playtime он создает двойников которых принимают за него а это не он и даже один из них темнокожий а походка и костюм тот же и получается что в общем это с одной стороны индивидуальные фигуры но с другой стороны есть какое-то сходство опять же индивидуальное в мире вот и еще два движения он добавляет к походке одно движение это когда он стоит у него наклон чуть-чуть вперед он так делает руки вот и второе общее движение такое знаете вот есть такие птички с водичкой их заводишь и они так долго как бы пьют водичку на столах ставят и люди медитируют под них или засыпают в офисах по тех не знаю для чего такие птички продаются ну вот как вот этот вот китайские кошечка все время обращающиеся и приветствующие ваши вот такая же птичка только водичку вовремя подливать и вот он придумал себе вот такое движение птичьи бажович очень точно заметил что это именно птичье такое движение высокой какой-то птиц аиста там или журавля не знаю вот именно это вот это все вот здесь зарисовано вот именно эти фигуры алфавита таки значит и все этот герой не в бровь а в глаз это вот как шарло как чарли как бродяга сразу один из важнейших мемов кинематографа 20 века то есть вот таких мемов какое-то количество да гагарин с рукой какой-то кошки китайской да поехали мэрилин монроу который юбка взлетает от вентиляции из сабвея чарли чаплин с тросточкой вот вот такой набор и небольшой ну ну 20 вы накопаете таких вот такие туда входят с этими со всеми своими делами месье юли ну что дальше происходит дальше тотальное разрушение окрестностей происходит и этой гостиницы причем звуковая палитра богатая каждый раз в этом в этом фильме больше чем в каком-то другом звук используется как аттракцион то есть если вы думаете там юло что-то говорит не там только все время вот никаких слов сам он не произносит интонационно похоже что сейчас он сказал спасибо сейчас он сказал приходите часто присаживайтесь вот он как бы все время торопится но при этом он не суетливый вот его нельзя назвать не суетливым героем он он такой попытающийся быть скромным застенчивым незаметным пытающимся помочь быстро помочь но несу он не суетится вот его рост как-то не дает нам возможности увидеть суетливого героя и он аристократичен вроде бы это какой-то провинциал тоже нам никакого бэкграунда откуда он приехал он приехал тоже отдыхать вот и каждый раз звук используется как аттракцион ну то есть как он используется план ночного отеля рутинизированная жизнь отдыхающих окошки гаснут потом хлопок все окошки зажигаются значит юлок где-то приехал за кадром мы не знаем потом он прошел в домик он там живет в какой-то мансарде сел опять все окошки погасли потом какая-то музыка фантастической громкости все окошки по очереди зажигаются то есть это еще такая визуальная музыка ну в общем дальше ну чтобы он не сделал череда неприятностей хочет взять книжку попросить у соседа который ближе к ней сидит на кресле качалки разрушаются все вокруг хочет налить воды разрушается все вокруг хочет помочь женщине разрушается все вокруг кончается все огромным хэппинингом он случайно с трубочкой попадает в маленький киоск где лежат на берегу фейерверки и праздник фейерверков всяких разных продолжается всю ночь видно из другого города он пытается сесть все это тушить никто не понимает что происходит полный хаос и потом они все разъезжаются по очереди он естественно опять пытается кому-то помочь уехать есть там очень интересный эпизод он пытается женщину куда-то подвезти она опоздала на экскурсионный автобус машина у него заглохла и по инерции въехала в какой-то двор а это двор оказался двором кладбище а там похоронная процессе а ему ну бензина нет и колесо проколото надо менять покрышку он значит достает в запаску а там какие-то листья запаска мокрая эти листья к ней при прилипают он ее надувает кладет а там идет какой-то церковный служитель и видит лежит венок а венок это что это камера который листья приклеится он берет этот венок и приглашает значит видит что человек приехал на похороны приглашает на похороны он вроде бы становится таким внезапным участником этих похорон этот венок вывешивается на могилу сначала потом сдулся красиво вот при этом начнем начинают все там родственники здороваться или там у какой-то девушки тетеньки бабушки перо она маленькая а он длинный и она значит ним прощается это перо ему по носу ну в общем то вот набор таких веселых гэгов веселых и добрых не братья маркс не братья маркс вот такой родился герой рождение героев этот это очень важный момент сознательный момент нахождение этого собирания как конструктор лего этого героя был очень важен для самого тати тати монтировал фильмы перемонтировал 25 лет он он что-то отрезал что-то добавлял в общем это фильм трансформер то что отреставрировал софи татищев в компании фильмы моего дяди в честь фильма следующего мой дядя значит эта компания до сих пор существует так называется фильмы моего дяди именно она продала отреставрировали фильмы и продала criterion collection для выпуска на dvd так вот он этот фильм это большой фильм больше двух часов отреставрированной версии это какая-то такая сборка которая максимально приближенная к финальной версии 78 года которую тати до собирал то есть то что вы увидите это такой авторский продукт выношенный годами 25 лет монтажа 53 год значит каникулы господина юло сейчас посмотрим если у них какие-то призы нет это просто фильм который собирает денег он вдруг попадает в сердце французского зрителя становится культовым французским фильмом значит следующий фильм он делает в пятьдесят восьмом году вот чувствуете разницу тот снимался 51 53 сколько проходит лет следующий фильм мой дядя монакль юло тот же костюм но масштаб это больше двух часов тоже картина масштаб совсем другой во первых важный момент фильме появляется один из французских актеров который становится наследником эстетики таким прямым наследником эстетики жака татьи это пьер и текс у меня будет про него лекция в москве как-то лет восемь назад была его ретроспектива юнифран сделал и книжечку буклетик издавал очень интересно умер в 2016 году хотя продолжал сниматься до последнего маленьких эпизодах у отара и селяни там вы можете увидеть там садах осенью где мишель пикали играет даму пожилую седую а вот пьер и текс он все время какого-то клошара там на улице играет который сидит вот так вот здесь появляется пьер и текс что очень важно режиссер татьи и ассистент режиссера пьер и текс он появляется не только в эпизоде он он ассистент режиссера это очень важно это вот прямой это единственный такой прямой наследник ну кроме покойный софи татищев прямой наследник эстетики тати картина надо сказать пользуется огромным успехом они труб все вспомнил юло у него были достоинства он попадает в конкурс каннского кинофестиваля вот то есть венеция вывела на уровень высокого кинематографа жака тати а канны лишь подхватили несмотря на то что это французский режиссер вообще часто очень упрекали канны в том что они к французскому кино как-то относится хуже чем надо и в 68 году когда французские режиссеры практически уничтожили каннский фестиваль в общем подтвердилось что канны просто это предчувствовали это убийство каннского фестиваля французским режиссер но по факту критика до начала двухтысячных годов все время шла ну нет до конца 90-х годов шла что все время в каннский фестиваль как-то несмотря на то что он создан для поддержки французского кино как-то вот по факту в конкурсе плохо французским фильмом относится так вот юло попадает пятьдесят третьем году в конкурс каннского фестиваля и как результат номинации на оскар за лучший зарубежный фильм вот то есть к мировой аудитории он приходит сразу я имею ввиду юло таки уже пришел к мировой аудитории а юло приходит и он становится картиной получивший также приз national board of review это такая ну в общем главный совет на тот момент кинокритиков американских national board of review выдавал свой приз и несколько фильмов подряд такие получали главный приз за лучший зарубежный фильм вот этот фильм был первый и в конце года 53 он получает приз луи де люка это очень престижный приз луи де люк один из мастеров французского авангарда и теоретик и в честь него вручался вот этот приз его получил за лучший фильм юло мой дядя у него судьба была веселее он получил премию оскар за лучший зарубежный фильм и тати поехал в штаты и ему предлагали штамповать пирожки с гэгами юло его уже называли дядюшка юло поскольку монанкель это тоже мессия юло и слились два персонажа в один и он встречался со всеми комиками он встречался и с отцом комической фильмы мировой маком сенатом он встречался со стеном лаурелом помните лаурел и харди да он встречался с бастером китоном с гаральдом ллойдом в общем вся тусовка в сборе все великие комики почти в одной точке собрались что себя представляет фильм чем он отличается ну во первых это большая цветная картина если юло это черно-белая картина что очень выигрышно для нее между прочим я ее как цветную картину не вижу хотя там все на фоне моря голубое море белые домики а мой дядя цветная картина и она сделана в декорациях и вот татьи начинает работать со сложными декорациями уходит с природы которую он так любит особенно провинциальную природу выстраивать сложные дизайнерские декорации амбициозные дизайнерские дома в эстетике вот нового общества всеобщего процветания который высмеивал хэлоров хэлоров биттруп своих комиксах и в этом дизайне живет некий господин арпель пузатый его жена их сын дизайнерский дом автоматические двери автоматический фонтан дурацкая такая рыба тунец такими разными губами из которой когда если кто-то звонит жена включает начинает литься какая-то голубая водичка такая а если приходит хозяин он и кричит это я она там включает и слышно все время обыгрывается звуком мы не видим мы первый раз видели что такой фонтан идиотский там есть во дворе но потом мы его не часто видим но мы часто слышим звук и вот мы знаем что когда кто-то входит там ритуал она включает фонтан потом открывается автоматическая дверь потом она идет по s-образной дорожки такой встречает гостя что-то такой с ним говорит так вот приезжает арпель домой вечером после работы у него модный автомобиль звонит в звонок и с и мы слышим что там сначала открывается дверь потом включается фонтан начинает водичка он кричит ей через авто это я и она нет выключает фонтан то есть это чисто на показ такая вот история какой-то автоматический гараж гараж с инфракрасным излучением надо пройти и тогда дверь закрывается это тоже обыгрывается как гэг они значит он показывает жена ему дарят это на день рождения ли в честь праздника эти ворота новые модные дизайнерские они заходят ворота закрываются они такие стоят смотрят ведь окошки счастливые но не могут выйти потому что там собачка пробежала и что-то такое значит неправильно хвостиком вильнула яичко упала и значит разбилась в общем там обыгрывается все элементы дизайна не случайны ни один элемент дизайна куст на 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 стене дома выращенные дизайнерские виде трезубца дорожка сообразная фонтан лужайка для того чтобы гости сидели такие листики имитированные чтобы ходить по лужайке именно по этим листикам а такие же листики плавают в бассейне естественно в какой-то момент мы понимаем кто войдет по этим листиком прямо в бассейн юло и и так вот юло это все делает не специально он как раз старается выполнить эти детские правила против которых он выступает он дядя этого арпель арпель заботится о его трудоустройстве и он живет юло совсем другом районе он живет на окраине парижа где старые такие домики все такое обшарпанное где он каждое утро выходит там другие ритуалы не рутинизированные какие-то милые например он выходит и все время за нос трогает какую-то девочку которая живет на первом этаже у них такой ритуал она сразу выбегает его встречать он ее за нос там это обыгрывается концу фильма она уже выросла она уже девушка со всеми делами в красивом платье и вот она его выходит встречать он куда-то уезжает поскольку не сложилось работать на фабрике господина арпеля и он вроде бы хочет ей так но сделать но уже как-то неудобно такая девушка стоит и он ее матери так делает в общем все это так тонко нежно с любовью к человеку обыгрывается и этот эпизод да и обыгрывается сам дом эта конструкция дома где живет месье юло верхней мансарде как он его проходит мы в каждом окошке видим вот сейчас он прошел там здесь видны только ноги здесь видно только голова здесь вот только тело здесь он заворачивает здесь какие-то кусты и вот появляется включает свет и потом он открывает окна напротив на этаже ниже висит канарейка желтенькая в клетке и он еще так окошко разворачивает чтобы солнечным зайчиком поиграть с этой канарейкой она как-то там реагирует на него это ритуал но это не рутинизированный ритуал как у арпеля в его доме когда фонтан там все нет как раз это ритуал теплый и это подчеркивается там какая-то в этом доме живет собачка который выводит своего вечно пьяненького хозяина гулять они он ее она его ведет сразу по привычке в кабачок в общем весь этот чудесный милый мир этот же мир вы можете как цитату прямую взятую осмысленно отыгранную с удовольствием с инновационными придумками в фильме 2021 года из конкурса каннского фестиваля фильм открытия каннского фестиваля веса андерсона который называется как французский вестник по-русски там этот проход только тати нету герою лов фильме нету но там есть некий официант который проходит проносит и вот это полностью воссозданный дом дяди юло это вообще самый приятный элемент дизайна он настолько по контрасту сделан с домом арпеля из фабрикой арпеля куда он устраивает его чтоб тут поработал и которого он практически разрушает эту фабрику то есть там такая серьезная дизайнерская фабрика построена который выпускает пластиковые трубы разноцветные и там прямо для съемок они поставили машину она делает эти трубы и так все серьезно и видно что техника там кнопочки все они просто имитация и вот приходит юло которого нанимают там руководителем склада или чего-то по по дружбе и это тут же начинает производить какие-то бесформенные сосиски они трубы они там начинают лезть отовсюду из всех дырок начинается полный хаотический абсурд то есть жизнь богаче она начинает сочиться из всех дверей в общем мой дядя не укладывается в рамки и это понимает только ребенок который обладает сын арпели который обладает вот этим чувством подлинности и там есть несколько прекрасных сцен когда мальчишки которые вот из этого дизайнерского мира в том числе сына арпели прибегают и на окраине парижа они разыгрывают какие-то свои действия и одно из действий они свистом всегда звук работает только как аттракцион они свистом отвлекают идущего человека перед тем как он приближается к фонарю и этот человек естественно вырезается в фонарь это кстати один из отработанных пантомиевических гэгов тати он обучает студентов потом этому гэгу как врезаться с на полном ходу врезаться в колонну как 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 это работает телом или как споткнуться на ступеньки или как показать как ловишь рыбу зацепился крючок там червяка уронил зацепился крючок за лист большая рыба и ванаврова там куча у него вот таких отработанных моментов и вот они много раз фильме повторами отыгрывают этот гэг там есть несколько повторов все эти повторы используются очень на высоком режиссерском уровне повторы в семье арпеля используются к как демонстрация это такая анти буржуазная вот эта демонстрация этой рутины повторы прохода юлок себе домой используется как альтернатива как показ ритуала счастье жизни и и к и способ коммуникации не автоматически от теплый и вот эти повторы с мальчишками они отыгрываются потому что в какой-то момент сам господин арпель запутавшиеся во всех вот этих созданных его дядюшкой безобразиях попадает на эту окраину парижа и свистом становится источником того что какая-то матрона там врезается в этот фонарный столб и чуть чуть не падает и и они от испуга спонтанного садятся прячется он чувствует себя этим мальчишкой и впервые какая какая-то другая связь появляется у сына и отца и они как-то там вот отмечают этот момент высокий в общем естественно юло не приживается на фабрике ему приходится уезжать но весь все эти элементы там очень много еще элементов сюжета очень много всякой там гости приходят в дом арпеля и юло пытается как-то соответствовать этим гостям и соответствовать этому дому естественно все разрушается взрывается вместо собачки он хотел помочь женщине которые привели чтобы с ним познакомить чтобы у них там что-то сложилось вот он пытается ей угодить собачку и и пытается прицепить но он запутывается и в итоге цепляет ее за серьгу саму эту женщину там а персонажи все у него очень редуцированный это всегда характер у в том мире который любит такие в мире господина юло вот эта девочка это пьянчушка там какие-то маляры это все люди индивидуальные теплые а все люди вот в этом буржуазном мире это характер вот они вот прямо по карикатурам биттрупа такие нарисованные вы сразу поймете кто есть кто абсолютный алфавит киноязыка таки вот и успех я спокойнее отношусь к этому фильму я очень ценю каникулы господина юло но шедевром абсолютным считаю картину которая будет снята следующий пятьдесят восьмой год это мой дядя а шестьдесят седьмой год представляете сколько лет картина снимавшиеся семь лет вынашивавшиеся много лет и снимавшиеся семь лет время развлечений playtime вот надо понимать очень важно что слово time входит название это американское слово это такой немножко фильм с критикой американского типа цивилизации поэтому называется по-английски а английский язык входит в жизнь европы плотный как-то с этим находится в критическом диалоге тати называется playtime по русски его назвали время развлечений это очень амбициозный проект это очень амбициозный проект во первых он стоил три миллиона долларов компании тати который он создал создал и в общем-то разорил эту компанию декорация которая не построили там нужен был целиковый дом дизайнерский со всякими лесенками переходами прозрачный при этом как вот тогда новый язык архитектуры то прозрачность потом в 90-е годы она опять вернулась европу когда германия объединилась вот это тогда пер первичная прозрачность обыгрывается и этот дом декорационный стоил 800 тысяч долларов и это очень амбициозная декорация то есть был на студии жон виль в париже построен другой париж другой несуществующий утопический антиутопический париж гигантские дома но естественно там всякие эффекты размеров использовались поэтому когда мы видим какие-то парижские новые небоскребы по факту они не выше 15 метров были сделаны но сделано очень здорово и периодически как такой ироничный диалог главный герой месье юло который случайно попадает вот в один из таких домов офисных он видит периодически в отражениях то эфелеву башну то триумфально то есть настоящий паре париж а при этом они говорят а где где мы находимся они мы у моста александра третьего мы знаем прекрасно района моста александра третьего названы в честь так сказать российского императора никакого-то другого и там никаких таких не вас крово слава богу нет вообще-то их париже есть только в двух местах для дефанс и башня монпарнас уродливая да единственный парижский небоскреб так вот но тем не менее он создает такой определенный ужас что вот вот такой может быть париж и только отражение реального парижа случайно появляющийся непонятно откуда отражающийся в общем там несколько сцен аэропорт офисное здание новый дом новой квартиры частные с прозрачными стеклами трафик автомобильный и главная часть которая заняла пол фильма ровно сцена полностью дисбалансировавший весь фильм который разбит на эти сцены это ресторан golden garden золотой сад значит везде туда попадает тати и каким-то удивительным образом становится источником тотального абсурда с разрушением окрестностей сначала в первых ценах высмеивается его не вписанность систему аэропорта вот такую рутинизированную отработанную там все обыгрыш построено заново большая декорация там туалеты такие какие-то напротив напоминающие кассы где сидят эти регистраторы на рейс как-то это рифмуется двойники и тати там все время используется он имеет ввиду что не только он персонально месье юлова круг которого крутится мир но и такие же другие индивидуальные люди также страдают и теряются в этом мире я говорю один из двойников там темнокожий потом то же самое в офисных зданиях абсурдных где он ходит встречается где там какая-то имитация бизнеса происходит но в основном происходит то что все ездят на этих лифтах кнопочки там вышел не там скрипящие какие-то кресла дизайнер в общем там обыгрывается все любая поверхность скользкий пол скрипящие кресла дизайнерское все обыгрывается в этом фильме в этой декорации но главное событие происходит да юло там все узнают все ему кричат о юло я с ним служил там и тут же маленький хаос создается от этой совместной теплой встречи но в какой-то момент он попадает тоже по зову одного из друзей он двух друзей встречает с которым служил один из них служит швейцаром в ресторане новом супер модным дизайнерском ресторане golden garden который должен открыться сегодня он его зовет на открытие ну помимо того что там архитектор продолжает достраивать этот ресторан в момент приходу уже первых гостей место модное все туда тянутся ресторан быстро забивается людьми но все в ресторане не работает не недоточено колонны стоят не там где надо королевского королевские короны на спинке стулов отпечатывается на спинах гостей официанты путаются и десять раз поджаривают красиво одну и ту же рыбу на огромном блюде и в итоге люди ее не едят а только видит как поджаривают по шесть раз и перевозят от столика к столь один официант там рвет сначала пиджак с ним и поскольку он не может ходить в таком драном виде могут и там постой пока в садике мы за тебя поработаем а потом другой испачкал брюки он заходит ему давай ты мне даже ну в общем он меняет содержит в конце этот поскольку каждый официант в чем-то испачкался что-то порвал и они все хотят поменяться с тем этот официант изгой в садике стоит как клошар весь ободранный перемазанный но он ни разу не работал официантом порядок в общем там весь абсурд и электричество все рушится но главное что источником основных разрушений становятся 2 человека некий американский турист который очень хорошо себя чувствует в америке у него есть на все деньги и он осознанно создает какой-то абсурд и хаос живой американец то есть это нечистая критика американцев это не чистая антиамериканский фильм вот живой американец такой же как то те живчик такой пузатый который нарешно создает абсурд из всего, что они просто в тандеме играют. И Тати, который наоборот, он ничего нарочно создать не хочет, он хочет быть незаметным, аккуратным, никому не помешать, он не очень вписывается ни по цвету, ни по виду, ни по костюму, все там в бабочках и в смокингах. И в итоге ресторан превращается в такой дурдом, что это самая лучшая сцена фильма, вообще это самый великий фильм Тати. Это вот по масштабу, по тому, как «Спасибо, жизнь» происходит, вот этот короткий период, когда мы живы, не как у Хайдеггера, когда бытие к смерти, когда жизнь это такое растянутое самоубийство, по Хайдеггеру, если... Нет, вот такая вот искренняя любовь к жизни, получение от нее энергии и создание в ответ еще большего количества энергии. Плейтайм — это вот такая высшая точка амбиций авторских, то есть возвышенных амбиций Тати. Это прекрасная картина, она там столько всего, столько визуальных рифм, гэгов придуманных, звуковых, цветовых, зеркальных. Там для декорации использовались, в частности, гигантские фотографии, чтобы создать объем города, в первый раз такие использовались. Фильм снимался впервые в мире, в Европе, в шестидорожечном долбе. Фильм снимался на специальной 70-ти... Это называлось широкоформатной пленкой 70-ти миллиметровой. Это первый широкоформатный фильм, который вышел в прокат. В общем, это очень амбициозный проект, и когда Лусерль критикует за эту картину, он не любит эту картину, но прежде всего, в «Мании величия» ругает Тати, он имеет в виду вот все это. Грандиозная, красивая финальная сцена, когда американская туристка садится в автобус и уезжает в аэропорт, откуда все начинается действие. А там начинается несколько героев, автобус американских туристов, Юло, двойники Юло, и несколько индивидуальных каких-то его друзей, и они как бы проходят вот страты, слои этого города. Очень смешные сцены с прозрачными окнами, обыгрывается вечерний образ жизни перед телевизором семейный, тоже очень интересно. И финальная сцена грандиозная, американская туристка садится на автобус и Тати создает гигантскую декорацию, снятую сверху, трафика, когда все машины якобы едут вокруг какой-то европейской площади парижской. На самом деле это такая гигантская карусель, которая движется без движения, которая крутится сама, но остается на своем месте. Очень здорово сделан, очень красиво. И «Плейтайм» — это его «Магнум опус». И следующая картина в 70-м году, через три года, тоже амбициозная, картины добавляют новый элемент эстетики и авторского тела Тати, она называется «Трафик», тоже была в российском прокате. Она, в общем, тоже провалилась. Тати после этой картины обанкротился. Какие-то хитрые люди выкупили все его фильмы до 70-го года и стали ими торговать. Значит, «Трафик»… Да, что произошло с этой самой, с «Плейтаймом»? «Плейтайм», простите, попал в конкурс московского фестиваля 69-го года и получил серебряный приз. Тогда еще не было «Золотого» и «Серебряного» Георгия. В 69-м году серебряный приз. То есть его зритель московский аутентично в авторском виде смотрел в полную длину 2 часа 40 минут или 2… Ну да, 2,40, по-моему, на большом экране в формате 70 мм. В кинотеатре «Октябрь» была установка 70-мм, которая показывала такие фильмы. Это определенный эффект. Это такой почти 3D или почти цифровой фильм внецифровую эпоху. Смотрелось значительно. Я видел парочку таких фильмов. Как-то фестиваль «Белые столбы» показывал. Делал такой маленький фестиваль 70-мм фильмов. Вот. Показывается он в 69-м году на острове Бергмана. Там создан был фестиваль «Фарио». Остров называется «Фарио». И вот на этом острове он тоже показывается в конкурсе. То есть Бергман знакомится с этой эстетикой. Это очень важно, потому что один из прямых последователей Тати, на сегодняшний день крупнейший шведский режиссер, живет, как понятно, в Швеции. Вот Тати попадает в Швецию таким образом. Значит, «Трафик». Такая же дизайнерская, абсурдистская картина. Сюжет очень простой. Месье Юло работает дизайнером на некой бельгийской фирме, которая делает на основе Рено 4 круизный автомобильчик, где есть все. Это, конечно, пародия на суперсовременные американские машины, где есть все, где есть газовая колонка, стульчики, можно посигналить, а можно достать из этого сигнала электробритву. Ну, то есть, неудобнее машину придумать нельзя для пикника. Абсолютно абсурдная машина, которая делает все. И эту машину надо доставить на автоярмарку в Амстердам. Причем, снимается документально, очень шикарно, с момента постройки до момента разборки вся настоящая автоярмарка в Амстердаме. То есть, вот эта документальная эстетика приходит как элемент языка авторского тела Тати, потому что вообще Тати очень большой наблюдатель. Он любит сидеть в кафе, курить трубочку, пить кальвадос и наблюдать за людьми. Он создает вот эти людские типы сначала у себя в сознании, а потом их как-то воспроизводит в своих фильмах. Вот эти вот характеры, причем они делятся на теплые и холодные. Ягл очень-очень напоминает рисунки, комиксы Хералфа Биттрупа, датского художника-социалиста. Так вот, они едут из Марселя на этой машинке дизайнер и шофер какой-то не очень внятный, такой не очень трезвый, не очень собранный через несколько стран Европы, чтобы попасть на ярмарку, представить эту машину. А их директор выезжает раньше немножко, чтобы подготовиться. Везет с собой березовые бревна, чтобы имитировать лесок. Ну, в общем, очень смешная декорация, как они были. На фоне тех реальных декораций Амстердамской ярмарки это очень смешная, домашняя, теплая декорация. Ну, естественно, никуда они не попадают. Несмотря на то, что на желтой машинке их англоязычная и вообще полиязычная, которая на каком-то ломаном суржике говорит на всех языках европейских, под своим именем какая-то модель играет, которая изображает их пиар-агентство. Она на двухместном спортивном автомобильчике с собачкой. Собачка много раз обыгрывается всячески, включая труп собачки. Да, обыгрывается вся машинка, ее цвет, как она устроена, ее компактность. Например, в колесе запасном она открывает, а там у нее шляпа модная хранится. Она переодевается каждые пять минут в супермодный модель. Ну, она модель и обыгрывается как модель, этот мир моделей. В общем, даже эта модель в качестве пиар-агента, говорящего на всех европейских языках, помогает. Сначала их задерживают таможенники, и вместо ярмарки они подробно всю ночь таможенникам показывают, как этот, значит, автомобиль работает, как все раскладывается. Там полный абсурд. А при этом их не отпускают почему-то, подозревают, что они какие-то там шпионы. Потом, значит, они попали в аварию, и эту машину надо ремонтировать, они останавливаются в гаражике у какого-то частного механика. И, в общем, этот фильм, опять фильм-хэппининг. В основном Юло, который несет с собой абсурд, а он дизайнер этой машины, он хорошо проводит время с теплыми людьми, которых он встретил на этом роуд-муви. Собственно, это такой роуд-муви-хэппининг. Антибуржуазный, сатирический, бурлескный, очень тонкий, очень красиво придуманный, и, главное, очень теплый. Потому что тот мир, который создает татив, противостоящий холодному миру, он несет тепло. Он несет картину мира, которая энергичная, энергичная, теплая. Это как солнце. То есть Юло, он не просто создает движение вокруг себя, эгоцентрическое, всего мира. Он, как солнце, выступает в этом мире. Он несет не только разрушение смысловых связей, он освобождает человечество, как минимум, присутствующее вокруг него, маленькую его часть. Освобождает его от форматов, от всех форматов, какие только существуют. политические, пограничные, международные дискоммуникации. Все форматы разрушает и создает такое единство такого общего теплого хэппининга, естественно, с возлияниями. Очень смешные гэги, особенно какие-то хипстеры шли, увидели собачку, а кроме собачки на сиденье лежала из овечьей шкурки сделана жилетка, которая, если ее аккуратно положить, очень похожа на эту собачку Чарли. И они взяли собачку, спрятали, а эту жилетку, как собачку, сложили вместо носика пуговицу и сделали, подложили под колесо, как будто машинка, собственная машинка двухместная спортивная раздавила эту собачку. И она приходит, сама эту собачку дергает сначала, а потом она видит, что это труп, там целый истерик, Юло пытается помочь. Ну, в общем, там целый кавалькадо вот этой путаницы, беспорядка, хаоса, хаоса этого теплого хэппининга. Значит, это полный провал, никаких денег не собирает, если Playtime там каких-то денег все-таки собирал, и его в мире посмотрело, по-моему, пять с половиной миллионов зрителей, то есть довольно большая аудитория. Но он вроде бы не окупил все равно расходы, то эта картина уже тоже амбициозная, она уже совсем утопила компанию Тати. Значит, если эта картина, если мой дядя получил приз жюри в Каннах и Оскар в Соединенных Штатах и National Board of Review лучший зарубежный фильм, то у Трафика все гораздо скромнее. Он получил тоже за лучший фильм награду National Board of Review в Соединенных Штатах, он получил номинацию на БАФТО на Британской киноакадемии награду, он получил, ну он был презентован уже не в Каннах, а на фестивале лондонском BFI, British Film Institute фестиваль, который до сих пор проводится, то есть поскромнее, это гораздо скромнее, чем Канны. Ну, в общем, компания разорилась. После этого Тати попытался сделать еще несколько фильмов. Значит, в 61-м году он пишет, не дописывает сценарий картины, которая называется «Иллюзионист». Сценарий после успеха моего дядюшки посвящен мюзик-холлу и иллюзионисту, который путешествует по миру, пытаясь заработать деньги, а на самом деле несет гораздо большее тепло какому-то конкретному человеку, девочке молоденькой. Вот, нереализованный сценарий. Потом шведское телевидение в 74-м году его просит сделать такой селф-бенефис. Ну, то есть, это и бенефис, и селф-бенефис для Тати. Это телевизионная цирковая программа, где участвуют шведские и французские клоуны, где Тати уже в солидном возрасте, уже больной, очень сильно больной, несмотря на прямую спину, несмотря на то, что больной, все, но прямая спина, разыгрывает свои скетчи из ранних лет в мюзик-холлах. И рыбака, и боксера, и вратаря, и теннисиста. В общем, все это вы можете посмотреть, посмотреть на его аристократизм, на его седину. Он даже иногда говорит какие-то слова по-французски шведской аудитории. Там есть «Рыжие клоуны». То есть, это постановочный фильм, который сделал Тати, который, с одной стороны, запись телевизионной программы, а с другой стороны, там очень много интересных моментов с рыжими клоунами. Там есть «Рыжие клоуны» и «Дети». Очень интересная аудитория шведская, блондинистая такая реагирует. Там есть с животными трюки. То есть, там есть трюки Тати, есть трюки не Тати, есть разные трупы акробатические, жонглеров, клоуны, но все это срежиссировано Тати вот в такой вот фильм-спектакль. И он начинает работать над сценарием «Конфюзион». Это путаница или беспорядок. Этот сценарий совсем остался незаконченным и не созданным. Хотя сценарий этот Софи Татищев восстановила, опубликовала. Ну, то, что было. Но в 2010 году замечательный режиссер франко-бельгийский Сильвен Шоме снимает анимационный фильм «Иллюзионист». Я имел честь его купить и здесь прокатывать в этой стране. По сценарию Тати, где главный герой Юло превращается Сильвеном Шоме, это практически немой фильм, там тоже вам не нужно его смотреть с титрами. Это рисованная анимация с одной 3D-сценой картины мира, где главный герой не Юло, а главный герой Татищев, иллюзионист Татищев, который пожилой, уже неуместный, актер мюзик-холла. Он пытается вписаться в современный мир, но вписывается лишь в то, что помогает маленькой девочке и выводит ее как бы в мир, а сам остается при своих. Это очень трогательная, очень небольшая, там всего 70 минут картина, очень приятная, очень в духе Тати. Что важно? Ну, помимо того, что мы сразу узнаем Тати, компьютерный алгоритм был заложен для анализа пластики Тати, и на основе этого компьютерного алгоритма была сделана рисованная анимация, поэтому рисованный Тати абсолютная копия того, что делает Юло в своих фильмах. Теперь последователи. Да, значит, в 82-м году Тати умирает от эмболии легких в Париже. Есть мемориальная доска, причем доска своеобразно сделана, написана в этом доме. Тати написал моего дядюшку. Не то, что там, а моего дядюшку. Значит, прямые последователи. Как я сказал, он подхватывает эстафету Жана Вего у его свободы и анархии, из которой родилась в том числе и новая волна, при том, что к новой волне никакого отношения не имеет Тати. И никаких левацких взглядов у него не было, никаких гашистских взглядов, ничего такого. Значит, и братья Маркс с точки зрения качества и глубины абсурда. Но есть последователи, прямые последователи. Ну, прежде всего, это Рой Андерсон, крупнейший на сегодняшний день шведский режиссер. Рой Андерсон работает абсолютно в этой же манере. Его фильмы это фильмы пантомимы, звук это аттракцион, герои это характеры, и есть теплые и холодные. Единственное, что отличает, если Тати искал теплого хэппининга и спасибо, жизнь говорил, то Рой Андерсон мизантроп. Его мир мрачен. Их сближает то, что подрабатывая, они оба работали в рекламе. Тати заработал небольшие деньги, делая ролики. Рой Андерсон заработал огромные деньги. Он был главный рекламный режиссер, самый модный рекламный режиссер Швеции и один из самых модных режиссеров в Европе. Он делал абсурдистские ролики для всех крупнейших шведских фирм. Там Арла, Лейс, Чипсы, страховых компаний. Вы можете их посмотреть. Это много десятков таких шедевров, и вы эстетику Тати ловите. И сам характер абсурда, какая-то незаконченность трюка, ощущение какой-то неотточенности может быть трюка. У Тати такое возникает. Но в целом они складывают в такую мозаику мира, где вот эти вот части неплотно прилегают друг к другу. Вот эта мозаика, где вы видите картину, но она какая-то фрагментарная. Как будто разбилось зеркало, а потом его сложили, но оно сложилось не в таком порядке, как оно должно быть. То есть оно вас отражает, но вы там какой-то такой немножко изломанный. Вот это важный элемент Тати и важный элемент Роя Андерсона. Ну, конечно, Пьер Этекс с его эстетикой, который начинал работать с Тати. Ну, Атар и Аселяни. У Атара и Аселяни вы найдете прямые цитаты. Атар и Аселяни мастер пантомимы, у него есть просто куски фильмов целиком пантомимические в эстетике Тати. Ну, Уэс Андерсон, то есть что-то все Андерсены как-то за Тати зацепились. Уэс Андерсон доводит эстетику Тати с другой стороны до совершенства. Он все логические связи, которые Тати сломал, он их спаивает какими-то дополнительными элементами и создает этот мир, этот пряничный домик в полном совершенстве и идеальности. Все маленькое, все видно, все работает, в каждую дырочку посмотришь, там все играет. Но при этом ощущение абсурда никуда не уходит. Этот мир кукольный, теплый, утонченный мир Уэса Андерсена лишен мизантропии Роя Андерсена, или как по-шведски он произносит Роя Андершен. Так вот, лишенный этой мизантропии, он совершенен, но при этом абсурден. То есть абсурд с другой стороны высвечен. Но то, что наследие Тати, там не зря цитаты, не только в фильме «Французский вестник», есть цитаты из Тати у Уэса Андерсена. И в Дарджилинг Экспрессе вы можете найти гэги похожие или развитие гэгов Тати. Жан-Пьер Жене с фильмом Амели. Всю историю героев дома, в котором живет Амели, всю историю героев, которым она там создает всякие маленькие абсурдные трудности для жизни, потому что они не очень правильно себя ведут. Это все мир Жака Тати, конечно. Это такое абсурдисты надомники, это дети Юло. Вот. Кого-то, наверное, еще забыл из последователей. В общем, эстетика Тати живет, причем это не то, что прям прямые цитаты, вот Уэс Андерсон процитировал, поэтому он наследник Тати. Нет, это распространяется как-то от тепла мира и от понимания, что спасибо жизни, что потом наступит Хайдеггерское небытие, и в общем будет не так тепло. И на этом все закончится. Все, что я хотел сказать вам о Татье. Да, парад был на московском фестивале тоже и получил приз за лучший детский фильм. Субтитры сделал DimaTorzok